Приветствую на канале ProBeautyKZ, дорогие мои! Сегодня мы будем практическим методом выявлять напряжение на нашем лице. Очень интересная тема, обязательно досмотрите ролик до конца. Я часто говорю о том, как расслабить вот эту мышцу, как расслабить вот здесь, как расслабить там. Но понимаю, что все-таки вам прежде всего нужно пройти диагностику, чтобы понять, что эта мышца напряжена. Может быть вы не знаете, что она напряжена? Зачем тогда ее расслаблять? Так что сегодня я покажу вам, как диагностировать собственное лицо, искать напряжение в мышцах. Приготовьте какое-нибудь маслечко или крем. Давайте начнем с мышц лба. Я нанес вот настолько чуть-чуть, вот прям вот совсем чуть-чуть, чтобы просто руки были слегка скользкими. Видите, масло даже не блестит на них. Чуть-чуть, чтобы не тянуть кожу. Поставьте большой палец на глазницу. Просто поставьте, давить на глазницу не нужно. А указательными загребаем мышцу. Загребаем сильно, чтобы мышца была вот здесь полностью в наших руках. Провели, ущипнули. Щипок идет не под глазницу, а просто между собой пальцы соединяются. Вот так. Раз, провели, щипок. Щипать нужно не кожу, а мышцу. Если вы почувствовали боль, то поздравляю, у вас есть спазм лобного брюшка и круговой мышцы глаза. Поехали дальше. Скуловая мышца. Такими же едва-едва скользкими пальцами впиваемся вот сюда. То есть нужно захватить прямо мяско. Если я буду делать вот так, по верху, по коже, то конечно же боли не почувствую. Захватить нужно полностью мышцу. Левой рукой с правой стороны, правой рукой с левой стороны. С другой стороны помогаем. Сильно не увлекайтесь, это не должно быть до синяков. Чуть-чуть захватили и слегка нажали. Если от легкого нажатия есть боль, то это говорит о спазме. Конечно же будет больно, если я себе очень сильно ущипну. Будьте пожалуйста осторожны. Вот с этой стороны у меня больно. С другой стороны смотрим. Вот скуловая мышца. Болит. Болит. Мягко-мягко можно так проминать. Жевательные мышцы. Чуть-чуть я распределю крема вдоль жевательных мышц. Вот сюда. Поставлю пальцы на висок. И большим буду гладить вниз. От вот этой вот скуловой кости. Вот так. Расслабьте челюсть. Должен быть крем. Нанесите пожалуйста. С этой стороны. Больновато. Есть немножко. Также вы можете искать середину жевательной мышцы. И вот так вот точкой. Ой-ой-ой-ой. Больно. С этой стороны. С этой полегче. Отсюда следует, что с правой стороны жевательные мышцы у меня спазмированы сильнее. Мышца смеха и щечная мышца. Теперь нанесите крема побольше на щеку. И поставьте большие пальцы на челюсть. На линию челюсти. Вот так. И проводите вверх. Параллельно двигаемся вверх. По середине. Примерно вот тут. Раз. Больно. С другой стороны. Тоже больно. Вот так поочередно тоже можно. Тут не суть как. Главное найти. Ох, больно-больно. Спазмированные щечные и мышцы смеха. Чувствуете, как мышца перекатывается. И такая немножко. Ох, болит. Подбородок достаточно просто помять здесь. Вот такими движениями. Если вы даже вот так чувствуете легкую-легкую, совсем легкую боль. То знайте, по-любому ваш подбородок зажат. Если он мягкий, но все равно болит. То ваш подбородок напряжен. Если он жесткий и не болит. То, скорее всего, он напряжен. Но вы не можете промять с той силой, с которой необходимо для того, чтобы расслабить эту мышцу. Делайте упражнение, которое я показывал на подбородке как-то. Посмотрите мои предыдущие видео. Если эта тема вам оказалась интересной. Если вы хотите изучать свое лицо дальше. То переходите по ссылке в описании. Там мои курсы по омоложению лица. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка также в описании вас ждет. Там много всего интересного. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что было непонятно. Что показать в следующий раз. Что вас беспокоит и так далее. Постараюсь отвечать на все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. И отдельная моя благодарность каналу Пробьюти КЗ. Что публикуете мои видеоролики. Спасибо вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok